Мы продолжаем знакомиться с участниками выставки World Food 2022. Рядом со мной Александр Котлеров, сеть лента. Александр, здравствуйте. Вы были спикером на нашей сессии. Расскажите, о чем шла речь, что сейчас волнует, собственно, рынок? Речь шла о СТМ, о продуктах собственной торговой марки, о тех проблемах, вызовах, которые есть в индустрии. В целом, поскольку был довольно репрезентативный кворум всех участников, были как представители федеральных сетей, региональных сетей, так и в том числе и довольно интересный опыт, когда СТМ делают производитель в коллаборации с сетью. Это партнеры из Сибири рассказывали очень интересный кейс. Здорово обменялись мнениями. Очень интересно было услышать, что множество, скажем так, решений, о которых говорили спикеры, пересекались. Это говорит, наверное, о качестве этих решений, потому что хорошая мысль, как известно, приходит в голову сразу несколько человек. Скажите, а все-таки, если были у нас разного уровня игроки, скажем так, и какие-то разные подходы, есть что-то, что может, например, крупная сеть перенять у какой-то локальной? Вы знаете, там не было ни одного примера, когда можно сказать, что вот это, например, мы не делаем, а кто-то делает. Я думаю, что это во многом была специфика участников, потому что, например, опыт одних из наших коллег по рынку и в формате гипермаркет, да, это региональная сеть, но при этом это тоже формат гипермаркет, как и лента. И тот опыт, который они рассказывали, он практически на 100% пересекается с нашим. У нас есть схожие практики, где-то чуть больше расширенные. Возможно, там у партнеров есть какие-то, вернее, у коллег есть по рынку, какие-то похожие практики. Но в целом они, наверное, идентичны. Если мы сейчас будем говорить о развитии, да, вот СТМ, ну, я не знаю, мне первое в голову приходит расширение ассортимента. А вообще, ну, что еще? Ну, развитие СТМ – это расширение ассортимента в рамках существующих продуктов, существующих брендов. Это расширение с точки зрения ценовых сегментов, то есть это вход в более, там, дорогие сегменты. Единственное, что, конечно, в современной обстановке, наверное, это не столь будет важно, это не самая приоритетная задача будет. Ну и, конечно, закрытие новых ниш, потребностей, которые образовываются как следствие, например, ухода каких-то брендов с рынка производителей, так и ввиду того, что у нас инфляция пока двузначная, может быть, к концу года она, конечно, спадет. Но, тем не менее, из-за этой инфляции у нас некоторые ценовые ниши оголились, и нам необходимо выпускать продукт, который бы их закрывал. У всех спрашиваю, вот именно с этой сессии, интересен ваш взгляд, насколько вот бренд собственный, да, может вытеснить с полок все остальное, потому что покупатель зачастую все-таки обращает внимание на него, это не так дорого, при этом это качественно. Зачем мне выбирать что-то другое? Здесь сложно сказать, какой конкретно процент, то есть там на 73,4% он вытеснит. Такое, скорее, невозможно представить. Да, мы видим, что спрос несколько смещается в категориях, причем речь, наверное, не идет о самых дешевых продуктах. Речь идет во многом о среднеценовых продуктах, где продукты в брендах, а брендах резко подорожали, но при этом у СТМ, несмотря на то, где-то подорожали, где-то нет, но процент повышения был несколько ниже. И понятно, что покупатель, как правило, в текущей ситуации кризисных, он, скажем, более лояльно спорит на то, чтобы посмотреть на другие продуктовые предложения. Поэтому, конечно, да, мы видим в том числе переключение с крупных брендов, в том числе иностранных, на продукцию СТМ. Из ваших слов, делаю вывод, я не знаю, скажете, правильно, неправильно, что потенциал роста у СТМ, по-моему, колоссальный. Он действительно есть. В России исторически СТМ развит не так сильно, как, например, в каких-то европейских практиках. Но здесь тоже надо очень четко себя понимать, что он очень разный по форматам. Например, в магазинах у дома исторически СТМ развит, в том числе и в Европе, гораздо сильнее, чем в формате гипермаркет. Просто это связано с тем, что разные потребности есть у людей, разные миссии закупок. И где-то, например, как в канале гипермаркет, важна представленность выбора. Поэтому ни одним СТМом единым, конечно, он будет развиваться, и в том числе за счет того, о чем я проговорил. Но бренды, они останутся, и бренды поставщиков, они останутся, их никто не выкинет с полок, потому что они тоже востребованы и пользуются спросом. Но, безусловно, продажи СТМ, конечно же, будут расти. И ни одним СТМ, как вы сказали, ни СТМом единым, на этом предлагаю закончить наш разговор. Спасибо большое за ваше мнение, и удачи вам на этой выставке. Спасибо, спасибо, до свидания.